Белый зал музея Бурылина в среду буквально наполнился красотой, цветами и представительницами прекрасной половины человечества. В преддверии 8 марта губернатор Станислав Воскресенский собрал выдающихся женщин Ивановской области, тех, кем действительно может гордиться регион, чтобы поблагодарить и поздравить с предстоящим праздником. Вот у Александра Сергеевича Пушкина есть такие строки, это по четверостише, если я правильно его помню. «Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей, она покоится стыдливо в красе торжественной своей». Вот мне кажется, он это здесь написал, на Ивановской земле. Мне кажется, больше это нигде невозможно написать, а если и не здесь написал, то точно ему кто-то рассказал, какие особенные у нас уникальные и самые лучшие на планете женщины у нас в Ивановской области. В наше время женщины во многих сферах достигли небывалых ранее высот. Возможно, дело как раз в тех чертах, которые присущи каждой представительнице слабого пола – самоотдачи, внимательности к деталям и безграничной заботе об окружающих. Светлана Уварова, врач-неонатолог Родниковской ЦРБ, даже собственным награждением воспользовалась как возможностью напомнить о важном. «Я благодарю губернатора, его окружение за столь оказанную честь быть, присутствовать за его слава, благодарности. Но тем не менее, я как врач-педиатр и как врач-неонатолога, вот, меня смущает снижение рождаемости в нашем регионе, и особенно рождаемость первых детей в возрасте, в котором они должны рождаться, и 20-27 лет. Чаще рождают в более позднем возрасте, и отметилась тенденция рождения третьих и четвертых детей уже за 40 лет. К этому возрасту женщины приобретают уже комплекс заболеваний, которые могут оказаться в неблагоприятном влиянии на здоровье будущих деток. И поэтому хочется, чтобы губернатор меня услышал и все-таки принял какие-то стимулирующие медиты к рождению именно первого ребенка в раннем молодом возрасте». Говорить о том, сколько успешных жительниц в областном центре, было бы излишним. Достаточно лишь вспомнить его неофициальный титул «Города-невец». Но есть среди них и совершенно уникальные. Анна Горелова – изобретатель. Ее проект облегчит жизнь тысячам женщин по всей стране. «Человек заходит на сайт, он задает свои габариты, по ним подстраивается виртуальный манекен, на который можно будет одевать одежду. Тем самым называется виртуальная примерочная. Полученную одежду можно кастомизировать, то есть выбрать, допустим, цвет материала, его фактуру, изменить конструктивное положение. Затем можно будет заказать это изделие. Перед этим можно будет поделиться с друзьями в соцсетях». Благодарностью губернатору достойны пять женщин. Это лишь малая часть. Ивановский край действительно богат не только красивыми, но и умными, высоко квалифицированными, талантливыми женщинами. На хрупких плечах не только профессиональные победы и общественная деятельность, но и домашний очаг. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.